Только за минувший первый весенний месяц в учреждение здравоохранения обратились десятки людей, которые подверглись нападению кровожадных членистоногих. Этих маленьких и порой незаметных животных сложно назвать безобидными. Их укус может стать причиной заражения такими инфекциями, как клещевой энцефалит и лаймборелиоз. Именно поэтому, собираясь на прогулку в парк или сквер, а также планируя выезд в лес или на водоемы, необходимо помнить о главных правилах защиты. При выходе в природу не забывайте, пожалуйста, о репеллентах, не забывайте о соответствующей одежде, не забывайте о том, что одежду нужно осмотреть, выйдя из лесу и вернувшись домой. Если избежать нападения не удалось, первое и основное, что должен сделать человек ответственно относящийся к собственному здоровью, это посетить врача, а также сдать на анализ клеща. Давить его руками нельзя ни в коем случае. Если он окажется зараженным, возбудитель может попасть в организм человека через микротрещины на пальцах. В случае укуса клещом необходимо обратиться к врачу-инфекционисту или терапевту-педиатру в поликлинику по месту жительства, которыми будет назначено профилактическое лечение в случае необходимости и установлено наблюдение за пострадавшим. Подобные меры помогут вам и вашим близким избежать серьезных последствий, которые таят в себе укусы клещей. Только специалист после проведения лабораторных исследований может сказать, было ли заражено членистоногое, а также назначить адекватное лечение или профилактику.